МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Добро пожаловать на телевизионный занятий «Учись вместе с нами». Хочу поблагодарить всех тех, кто написал нам после просмотра первого влога. Очень приятно получать ваши отзывы. Они помогают нам при работе над нашими передачами. Поэтому присылайте нам письма и вопросы. В конце нашего влога я смогу поблагодарить всех вас по-китайски, потому что тема нашей сегодняшней передачи. Спасибо! В прошлый раз мы познакомились с Сяомином и увидели, как он приветствует разных людей, используя фразы «Ни хао» – «Здравствуй». Ни мэ хао – «Всем здравствуйте». Ее зао шан хао – «Доброе утро, дедушка». И нин хао – «Здравствуйте» с использованием официального обращения «Ви». Сегодня мы встретимся с Майклом. Он идет домой к Сяомину вместе со своей учительницей. Он будет много раз говорить спасибо. Давайте посмотрим. Спасибо. 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 Бу-кэ-чьи. 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 Не нужно, не стоит прокатанности. Пожалуйста. Бу-кэ-чьи. Бу-кэ-чьи. Теперь давайте разберем их. Первая фраза очень простая. Си-си. Это означает «спасибо». Я знаю, что некоторым дается трудно произношение этого слова. Си-си. Не сложно, правда? Си-си. Если вы добавите в конце НИ или НИН, поручится «спасибо тебе», «сєсє НИ» и «спасибо вам», «сєсє НИН». «Сєсє НИ» – «букэчи», «пожалуйста». «Бу» – это «нет» или «отрицание». «Кэчи» означает «церемоны». Поэтому «букэчи» буквально означает «не церемоны» или «пожалуйста». «Букэчи» – это тоже означает «пожалуйста». Снова «бу» – отрицательная форма или «не». «Ён» – грогу, с которым мы встретимся еще много раз. В контексте фразы «он» означает «надо» вместе «букэчи» означает «не надо». И «бу юн сє» буквально «не надо прокатарности» или «не за что». «Бу сє» – это краткий вариант выражения «бу юн сє». Вы можете разобрать ее верно. «Бу» – это «не», «сє» – это «спасибо», то есть «не надо прокатарности». «Бу сє» также означает «пожалуйста». Давайте посмотрим наше видео еще раз. «Бу юн сє» «бу юн сє» Спасибо. Спасибо. Не сомневайтесь. Спасибо. Высоем. 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 Спасибо. Спасибо. Не сомневайтесь. Высоем. 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 Надо. Нужно. Высоем. 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 Я. Когда бу употребляется перед червёным тоном, произношение меняется на второй тон. Бу си или бу юн си. Вы чувствуете, как он изменился. Но это правильно не применяется к всем червёным тонам подряд. Помните, как мы обсуждали, что два третьих тона меняется на второй и третий, как ни хао. Это правильно. В этом случае является исключением в словах с червёным тоном. Бу си, бу кэ чи, бу юн си. Не беспокойтесь. Давайте посмотрим, как использовать эти слова. Си си. Мэй шар, бу юн си. Мэй шар, бу юн си. Мэй шар, бу юн си. А теперь о тонах. Си си. Вы слышите здесь нейтральный тон. В си си второй шар произносится лёгким тоном. Попробуйте двумя способами. Си си. Си си. Во втором случае звучит лучше и легче, не правда ли? В случае с кэ чьи то же самое. В отдельности оба слова произносятся четвёртым тоном. Кэ чьи. Но когда они вместе, чьи становится нейтральным. Кэ чьи. Нет определённого права, когда четвёртым тон становится нейтральным. Если вы скажете си си или кэ чьи, как два четвёртых тона, всё равно вас без труда поймут. Ощущение, что вы произносите слова неправильно, может быть неприятным. Всегда хорошо, чтобы пили чёрки плавно при изменениях тона. Но не волнуйтесь. Я сделаю всё возможное, чтобы объяснить вам эти изменения. И скоро у вас появится интуитивное чувство, когда необходимо употреблять нейтральный тон. Я уверена, вы догадались, что, как и в любом языке, в китайском можно сказать «пожалуйста», разными способами. Мэй-ши – одно из них. Так сестра сказал Мэй-ши, когда учительница Майкла поблагодарила его за то, что он помог Сумгай. Мэй-ши означает «ничего, всё в порядке». В русском мы говорим «всё в порядке», «божалуйста», или «ничего», «ни за что». По-китайски вы можете сказать «мэй-ши», «буюнся» или «мэй-ши», «буккэти». Хай, мне нравится это слово. Здесь используется как «междамеди». Оно значит «всё в порядке». Вот ещё не беспокойтесь об этом. Когда же нужно говорить «спасибо» в Китае? Вы в большинстве случаев говорите это незнакомым людям. Это не значит, что вам никогда не стоит прокатить ваших знакомых. Просто не нужно прокатить так часто, как вы делаете это, к примеру, в России. Чтобы понять, когда нужно сказать «спасибо», просто прислушайтесь к разговорам других. Говоря «спасибо», мы все демонстрируем свои хорошие манеры. Говорите «спасибо» и «пожалуйста». Основа хороших манер в западных странах. А как их демонстрируют в Китае? Об этом мы узнаем в наших следующих передачах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не нужно, не стоит прокатности. Пожалуйста. Нет. Используется с другими словами для реформования отрицания. Нет. У用. Надо, нужно. У用. Хочи. Церемониться, стесняться. Хочи. Спасибо. 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 Не заходи. Здравствуйте. 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 Спасибо. Не заходи. Не заходи. Вот и все. Надеюсь, вы хорошо проверили время сегодня, смотря нашу передачу. Не забудьте, что вы всегда можете посетить наш сайт. Спасибо за ваше внимание. Всего хорошего. До новой встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok